Всех приветствую на канале Намбо Пути. Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет по дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. География маршрутов по Российской Федерации, с вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дороге. Ну что, поехали. Всем добрый день. Всех приветствую на канале Намбо Пути. Сегодня хочу поговорить про эффективную эксплуатацию автомобилей Donfeng. Курс состоит из трех частей. В первой части техническое состояние автомобиля, подготовка к рейсу и ресурс автомобиля. Вторая часть силовая линия, негаративный случай и прочие факторы, влияющие на расход топлива. И соответственно третья часть управления автомобилем и оценка водителя в Profit.go. Итак, первая часть техническое состояние автомобиля. Исправный автомобиль это безопасность и экономия топлива. Даже если соблюдать все рекомендации по управлению и обслуживанию транспортного средства, снижение расхода топлива может не произойти. По нескольким причинам. То есть вот здесь у нас на слайде показано, так скажем, самый наихудший вариант технического состояния автомобиля. На этом автомобиле у нас, во-первых, уровень пола, то есть хвост висит. Во-вторых, тент не натянут. Все это влияет на аэродинамику, на сопротивление воздуха. Ну и, соответственно, далеко стоит прицеп от тягача. Нарушение соосности прицепа. То есть мы видим на слайде... Сейчас лазерную указку включу. Что у нас, допустим, две оси прицепа стоят, в принципе, относительно друг друга равномерно. Одна ось у нас смещена. То есть соосность прицепа нарушена. В этом случае наката на автомобиле не будет. То есть будет слабый накат, машина будет сразу терять скорость. Соответственно, это все влияет на расход топлива. Подготовка к рейсу. Ежедневный осмотр. В ежедневный осмотр входит у нас визуальный осмотр автомобиля на наличие повреждений, подтекание рабочих жидкостей, утечек воздуха и состояние шин. Визуальный осмотр сцепного устройства, рулевое управление и тормозной системы. При необходимости очистить от загрязнения стекла, внешние световые приборы и номерные знаки. Далить жидкость стеклоомывателя. То есть все это делается с утра, для того, чтобы лишний раз потом в течение дня не останавливаться. То есть перед тем, как мы со стоянки планируем выдвигаться, нам нужно как минимум выйти из автомобиля, проверить, нет ли под ним каких-то подтеканий рабочих жидкостей, не сперли ли там запаску, либо топливо и так далее. То есть обойти вокруг машины, внешне ее посмотреть, на состояние шин. Можно постучать по колесам чем-нибудь типа молотка, для того, чтобы понять, ну то есть пустой баллон или все-таки он накачанный. Проверить надежность крепления колес и навесного оборудования, то есть баки, палетники, запасные колеса, крылья, брызговики. То есть все это визуально осмотреть. Проверить работу внешних световых приборов и остального электрооборудования и контрольных измерительных приборов на панели. Убедиться в отсутствии посторонних звуков и нехарактерных фибраций в узлах и механизмах автомобиля при запуске двигателя и начале движения. То есть опять же, с утра, получается, автомобиль запустили, окошечко приоткрыли, то есть немножко его прогрели там, да, несколько минут погудели. Когда начинаем трогаться, лучше открыть окно и послушать, ничего ли у нас там не скрипит, не шелестит, не хрустит и так далее. В конце рабочего дня рекомендуется проверять ступицы колес на излишний нагрев. То есть здесь имеется в виду именно ступичные подшипники. Еженедельная проверка. Здесь у нас уже более углубленная будет осмотр автомобиля, да. То есть проверить уровень моторного масла как минимум раз в неделю нужно. Проводить проверку на ровной плоскости, выждав не менее 15 минут после остановки двигателя. Проверить узлы и агрегаты на наличие подтеков. Проверить наличие конденсата в ресиверах. Проверить уровень масла в ГУР и охлаждающей жидкости. Проверяйте давление во всех шинах автопоезда, особенно при изменении температуры окружающей среды. То есть, грубо говоря, в Москве, допустим, загрузились. Неделю назад проверяли давление было, допустим, 8,5. Если мы приезжаем с Москвы, где был у нас на улице 0 градусов, в, допустим, Красноярск, где у нас на улице минус 25, у нас однозначно давление в шинах понизится из-за изменения температуры окружающей среды. То есть, допустим, в весенний период то же самое, только нужно следить за давлением, чтобы оно было не слишком высокое. То есть, если мы, допустим, в минус 25 накачали 8,5 очков, то когда у нас температура поднимется на улице до 0, у нас давление может быть на 1,5-2 очка больше нормы. Шланг для подкачки шин подключаем в ресивер тягача. То есть, вот у нас на картинке показано, что на Вольве, что на Донфенге. В заднем ресивере находится штуцер для подключения шланга подкачки. Ну и, соответственно, в ресивере в каждом стоит сбросной клапан для слива конденсата. Горизонт полуприцепа. Горизонт тягача и полуприцепа влияет на накат и управляемость сцепки. То есть, если у нас хвост прицепа опущен, то накат ухудшается в связи с тем, что нагрузка на самую последнюю ось прицепа гораздо больше, чем, допустим, на первую ось прицепа. И, соответственно, он работает как плуг. То есть, держит сцепку и нет полноценного наката. Поэтому, перед тем, как, допустим, регулировать спойлер, наша задача на ровной плоскости, если, допустим, вы подцепили новый прицеп, новая сцепка у вас, да, необходимо проверить именно уровень пола тягача и прицепа. Можно это сделать линейкой. Главное, чтобы была ровная плоскость, чтобы был накачан воздух в ресиверах, и прицепа и тягача не было утечки воздуха. Соответственно, мерим, допустим, высоту от земли до уровня пола прицепа, то есть, до начала шторы, да, то есть, где штора фиксируется. И на тягаче то же самое проверяем. Примерно должно быть одинаковое. Допускается, ну, 2-3 сантиметра, чтобы у нас, допустим, хвост был чуть ниже. Ну, как правило, если вы выводите уровень пола прицепа, то есть, если сделано всё, так скажем, по фэншую, то в основном к пантусу вы подъезжаете, вам дополнительно не приходится ни опускать прицеп, ни поднимать. На этой картинке у нас показан именно сам кран уровня пола. Это так называемая удочка. Она у нас, получается, крепится по центру оси, либо задней, либо средней. И, соответственно, таким образом можно отрегулировать уровень пола, то есть, именно ослабляем хомут, вот здесь на резиновом шланге, и удочкой поднимаем, либо опускаем, выводим уровень пола, чтобы у нас был относительно тягача в одной плоскости. Не забываем проверять вот этот хомут. Ну, то есть, бывает, что он ослабляется и начинает вращаться на трубе оси. Соответственно, нужно будет его затянуть, либо туда подставить какую-то резинку и затянуть хомут, чтобы избежать постоянного сбоя уровня пола. Далее. Аэродинамика. Регулировка спойлера и натяжка тента улучшают аэродинамику. Обтекатели кабины выполняют несколько функций. Снижение силы лобового сопротивления. Это влечет за собой улучшение динамических качеств и управляемости транспортного средства, снижение уровня шума и вибрации кабины, продление ресурса шины и сокращение нагрузок на некоторые узлы. За счет аэродинамики экономия топлива достигается в районе 5-15% в зависимости от конструкции и класса автомобиля. Так вот, когда мы отрегулировали уровень пола прицепа, только после этого мы начинаем регулировать спойлер. Основная задача, чтобы у нас поток воздуха запрыгивал на прицеп. То есть нет конкретных цифр, как он должен там вровень быть, или допустим на 5 см ниже, либо выше. Все зависит от того, насколько у нас далеко стоит сам передняя стенка прицепа от кабины, ну и соответственно, насколько у нас высокий прицеп. И как раз, когда мы регулируем именно уровень пола, если здесь у нас хвост поднимается, то соответственно перед прицепом у нас спускается. Поэтому нужно сначала выводить именно уровень пола, потом мы уже производим регулировку спойлера кабины. Лучше спойлер чуть-чуть выше сделать, допустим, вот как на картинке номер 2, нежели он будет низко. Потому что если мы сделаем его слишком низко, то у нас поток воздуха будет попадать вот сюда, между кабиной и прицепом. Если мы спойлер чуть-чуть, допустим, выше сделали, чем идеальное состояние, то у нас просто поток воздуха будет на прицеп падать чуть дольше. То есть у него здесь будет завихрение немножко, незначительно. Но в любом случае лучше сделать чуть выше. Ну и соответственно, уже после того, как мы отрегулировали спойлер, мы натягиваем тент. То есть натяжка тента это тоже немаловажный фактор, влияющий на расход топлива. Но на 16-метровом тентованном прицепе может достигать разницы в расходе топлива в зависимости от натяжки тента до 600 грамм на каждую сторону. То есть в районе 1 литра мы можем сэкономить, если у нас тент натянут как барабан. То есть тянем именно внизу ремни, то есть не в горизонтальной плоскости его натягиваем, а именно натягиваем в вертикальной плоскости. То есть каждый ремень, сколько есть силы руки хватает, не надо там использовать каких-то монтажек, дополнительных приспособлений, но натяжка тента должна быть хорошей. Для того, чтобы не было парусности. Далее, распределение груза. Равномерное распределение груза влияет на расход и управляемость. То есть даже если у нас уровень пола мы все вывели, все натянули, все отлично, но если, допустим, из 20 тонн у нас больше давит именно на заднюю ось, на заднюю тележку прицепа, и на ведущей оси у нас, допустим, 7,5 тонн, в зимнее время это будет проблема. Будем буксовать в каждом подъеме, будут проблемы на стоянке, потому что нагрузка на ведущую ось маленькая. Соответственно, в летний период рекомендуется грузить ведущую ось от 8 до 9 тонн, в зимний период рекомендуется от 9 до 10 тонн. То есть нужно смотреть погоду, что у вас впереди будет, какая погода в ближайшую неделю, допустим, да, то есть если вы там с Москвы грузитесь на Иркутск, там, либо на Читу, то вам надо посмотреть погоду. Если у вас будет сложная погода, то есть снег, гололед в горной местности, тогда седло нужно подгрузить получше. В летний период нет смысла грузить больше 9 тонн, потому что когда вы, допустим, распределяете равномерно, и у вас на хвост груз чуть больше, чем на ведущую ось, то есть в летний период нам нет смысла грузить ближе к 10 тонн, потому что гололеда нет, и в любом случае во все подъемы, и на стоянках везде машина тронется, и без проблем поднимется. Но улучшается накат, когда у вас прицеп начинает немножко больше подгружен, то есть он, получается, начинает толкать немножко лучше. Соответственно, в летний период, для того, чтобы улучшить накат, грузим больше именно тележку прицепа, а в зимний период грузим больше ведущую ось, для того, чтобы не буксовать, так скажем, в подъемах, и чтобы управляемость была гораздо лучше. Расход энергии двигателя в процентном соотношении у нас тратится 44% энергии направлено на движение автомобиля, 30% расходуется на аэродинамическое сопротивление, то есть вот мы сейчас с вами разобрали как раз натяжка тента, регулировка спойлера, аэродинамика, сцепки. Сопротивление качению, это шины, мы сейчас чуть глубже разберем этот момент, прочие неисправности, механические потери и так далее, тоже разберем чуть глубже, чуть позже. 26% расходуется на вспомогательные системы автомобиля, такие как генератор, вентилятор охлаждения, гидроусилитель и компрессор. Соответственно, на что мы можем здесь повлиять? Мы можем повлиять на аэродинамическое сопротивление, улучшением аэродинамики, то есть натяжкой тента, регулировкой спойлера. Мы можем снизить сопротивление качению за счет поддержания определенного давления в шинах. прочие неисправности здесь имеется в виду, допустим, у вас не утеплен двигатель в зимнее время, либо в летнее время, наоборот, интеркулер полноценно не охлаждается, потому что он, допустим, забитый. То есть рекомендуется там хотя бы раз в 200 тысяч снимать интеркулер, радиатор и все это промывать, для того, чтобы в летний период было охлаждение полноценное не только двигателя, но и интеркулера. 26% энергии расходуется на вспомогательные системы, такие как генератор, вентилятор, охлаждение, гидроусилитель и компрессор. Соответственно, если, допустим, у нас вентилятор охлаждения срабатывает гораздо чаще, либо он не отключается вообще, потому что он неисправен, нам это поднимает расход топлива, потому что идет дополнительная нагрузка на двигатель. вращение вентилятора. Гидроусилитель. Если, допустим, автомобиль тянет куда-то вправо, либо влево, во-первых, это некомфортно для водителя, потому что ты постоянно подруливаешь, во-вторых, когда у тебя автомобиль куда-то тянет, ты постоянно подруливаешь, то гидроусилитель постоянно, сам насос гидроусилителя подключается, это тоже идет расход энергии. Компрессор. Воздушный компрессор. Здесь имеется в виду, если, допустим, у вас идет утечка воздуха в тягаче, либо в прицепе, и вы не меняете подушку, не ремонтируете какую-то трубку, которая там свистит, то вам это поднимает расход топлива, из-за того, что компрессор включается гораздо чаще. То есть здесь не только в расходе топлива момент, но и в ресурсе компрессора. Если он чаще включается, значит он отработает гораздо меньше времени по пробегу. Поэтому нужно, чтобы автомобиль был именно технически исправен во всех моментах, даже если вам воздуха хватает на ходу, но нужно не забывать, что это лишний расход топлива и ресурс двигателя и ресурс автомобиля. Сопротивление качению. Нарушение соосности увеличивает силу сопротивления, соответственно страдает накат, увеличивается расход топлива и износ шин. На этом слайде у нас показано, как увеличить ресурс шин то есть методом перекидки колес между собой мы можем увеличить ресурс шины. Передние колеса рекомендуется, как правило, 40 тысяч пробега. Каждые 40 тысяч мы перекидываем. То есть первый, допустим, раз мы меняем просто местами, второй раз мы переворачиваем шину на диски. По задним шинам здесь получается тоже рекомендуется менять местами, перекидывать шины. Не так часто, как переднюю ось рулевую. Но если вы, допустим, посмотрите внимательно цифры, да, у нас на правое внутреннее колесо из-за того, что дорога у нас наклонена всегда в правую сторону для оттока воды с дорожного покрытия, на правое внутреннее колесо у нас самая большая нагрузка, 30%, то есть соответственно, на левую наружную шину у нас нагрузка менее всего. Соответственно, это колесо у нас будет изнашиваться гораздо быстрее, чем вот это наружная левая. Соответственно, рекомендуется эти два колеса, допустим, мы переставляем на эту сторону, эти два колеса переставляем на эту сторону. Каждые 100 тысяч, я думаю, что лучше это делать для того, чтобы увеличить ресурс. На прицепе то же самое. Как правило, больше всего изнашивается передняя ось и задняя ось трехосной тележки. Средняя ось ходит дольше всего. Поэтому тоже меняйте местами, перекидывайте шины на прицепе в том числе. На что влияют шины? Комфорт и мягкость хода, ходовые качества подвески, тормозной путь и сцепление с дорожным покрытием, ну и, соответственно, расход топлива за счет наката. Влияние давления в шинах. Повышенное давление в шинах на 20% уменьшает срок службы шины приблизительно на 25%. Это если мы перекачиваем шину, допустим, на 20%. Соответственно, снижение давления в шинах на 20%, уменьшает срок службы шины приблизительно уже на 50%. Поэтому рекомендуется находить золотую середину, так скажем, да, то есть в нашей компании в районе от 8 до 9 очков нужно держать давление. Соответственно, если вы, допустим, ближе к девятке держите давление, то не забывайте, что у вас будет увеличиваться тормозной путь. И ходовые качества пострадают, потому что перекачанная шина будет жестко идти. особенно в зимнее время, что ведущую ось, что рулевую ось не рекомендуется перекачивать, так как чтобы было лучшее сцепление с дорогой, нужно оптимальное давление держать. Здесь на этой картинке у нас на этом слайде показано нормальное давление, то есть грубо говоря у нас протектор соприкасается полностью и так скажем износ шины будет равномерный. Пониженное давление когда у нас шина будет изнашиваться в два раза быстрее, это как раз будет края у нее жрать. Видите, то есть у нас середина получается не соприкасается, пятно контакта гораздо хуже и соответственно оно за счет перегрева оно начинает изнашиваться гораздо быстрее. Здесь показано пятно контакта перекачанной шины. То есть да, накат может быть будет лучше на этой шине, то есть расход топлива будет меньше за счет того, что накат лучше, но у нас увеличится тормозной путь, потому что пятно контакта не полностью соприкасается шина с дорожным покрытием. Ну и соответственно в этом случае у нас будет середина покрышки изнашиваться гораздо быстрее. то есть края у нас еще останутся так скажем там по не знаю там 8-12 миллиметров, но в середине у нас уже будет там 3-4 миллиметра. шину придется заменить. Далее силовая линия это вторая часть курса. . . . .